Большое спасибо. И прежде всего я бы хотела поблагодарить председателя организационного комитета за то, что вы меня пригласили в вашу красивую, прекрасную страну. Я хотел бы поблагодарить за это и сказать, что тема моего обсуждения – это хирургия и больше. У меня нет никаких конфликтов интересов с точки зрения коммерческого участия. И теперь давайте поговорим о меланоме третьей стадии. Давайте посмотрим на пациентов с транзиторными метастазами, с разнообразными типами узлов. Давайте посмотрим на сторожевые узлы. Это очень такая тема насущная. За последние десятилетия она много обсуждается. Есть много руководств, которые включают оценку сторожевых узлов разных стадий. Т1Б меланома, например, это означает, что у нас толщина по Бреслоу будет меньше 1 мм. Или если это уже ульсифицированная или изъязвленная меланома, то это по Бреслоу будет больше, толще 1 мм. Это уже дермальный метоз. Оптимальное стадирование, информирование пациента с точки зрения прогноза – это все то, о чем я буду говорить. В последнее время у нас новая рекомендация HTT-7. И я могу сказать, что Т1 – это приблизительно плюс-минус 5%. Там мы оцениваем вот эти сторожевые узлы. 60% – это Т1А. И здесь у нас шанс, что затронуты сторожевые узлы приблизительно 0,5%. В 40% Т1Б похваляет опять 10% поражения сторожевого угла. То есть вы видите, насколько он для нас важен. Каким образом мы его определяем? Прежде всего, это лимфатическое кортирование, так скажем. Это то, что описано еще было в 90-е годы, в начале 90-х. Сначала мы проводим дренирование. Это исключительно методы, которые мы используем для идентификации сторожевого узла. И это позволяет нам, в общем-то, оценить процессы в определенном участке организма. Затем, биопсия сторожевого угла или дренирование сторожевого узла, извините, действительно помогает нам в прогнозировании и стадировании заболеваний пациентов с меланомой. Это было уже описано, в общем-то, многими авторами в течение десятилетий. Сегодня мы также говорим о том, что у нас включена оценка сторожевого узла уже в течение 14 лет во все руководства HTC. И если вы посмотрите на этот слайд, то прежде всего мы оцениваем изъявление и позитивность сторожевых узлов. Таким образом, мы оцениваем протокол хирургического вмешательства, насколько это будет экстенсивное вмешательство. И затем, соответственно, мы определяем введение пациента в постаперационном периоде. Есть определенная корреляция между положительными и отрицательными сторожевыми узлами. И вот, посмотрите, это еще одно исследование MSLT. В 2010 году оно было опубликовано. Это когорта в Нидерландах, и вот таким образом у нас выглядели данные. И на самом деле это весьма гетерогенная группа с точки зрения положительности по узлам. Приблизительно у нас здесь между 56 и 75 процентами варьируется пятилетняя выживаемость в соответствии с положительными или отрицательными сторожевыми узлами. Вот вы видите здесь также морфологическая оценка. Есть взаимосвязь между выживаемостью и положительностью узлов. Если вы пойдете дальше и постараетесь объяснить, почему у нас такая разница в выживаемости, то, возможно, это происходит из-за разного бремени опухоли. На самом деле, что же это такое, это бремя? Это количество клеток, которые присутствуют в сторожевом узле в тот момент, когда вы проводите биопсию. Неважно, каким образом вы это будете анализировать, вот это бремя является прогностическим фактором выживаемости пациентов и также количество положительных сторожевых узлов также определяет прогноз. Вы можете это привести и оценить разными способами. Можете использовать, так скажем, чистые методы, такие как экстракапсулярное прорастание. Это означает, что капсула уже сторожевого узла не является интактной. И, как правило, это те пациенты, у которых уже большое количество времени опухолевых клеток, и вы это будете чувствовать также на клиническом, просто физикальном осмотре, когда пациенты приходят к вам с меланомой. Вы можете использовать также размер, самый большой, так скажем, диаметр оценить. Можете использовать разные точки, разные срезы. Это более сложный, так скажем, способ. И есть также оценка поверхности. Каким образом это все оценить, на самом деле, он же не квадратный, он же такой и регулярный, и неравномерный в форме этот узел будет. Вы можете использовать микроанатомическую локализацию, инфильтрацию из капсулы, и вы можете использовать количество узлов. Но, на самом деле, мы не всегда понимаем, сколько у нас узлов и на каких слайдах они расположены. Поэтому это все очень сложно оценить. Затем, что используется наиболее часто? Это S-классификация, которая была впервые немецкими авторами разработана. Это инфильтрация из капсулы внутрь узла. Вы видите, что здесь определенные трабекулы есть в сторожевом узле. Как же мы должны их измерять? Отсюда или отсюда внутрь? И вот это очень сложно. Это варьируется от одного морфолога к другому. Вы можете посмотреть также субкапсулярную локализацию, или, но не субкапсулярную. Это также в 2004 году была опубликована статья, которая описывала этот метод. Затем, здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. Это субкапсулярная. А тогда, каким образом затрагиваются другие структуры, и в какой момент они затрагиваются, как стадировать. Затем мы можем определить диаметр самого большого сторожевого угла. Мы можем его разделить в основном на три когорты. Меньше 0,1 мм – это будет маленькое. 0,1 – 1 мм и больше 1 мм. И можем это комбинировать с субкапсулярной и несубкапсулярной локализацией. Если вы посмотрите, вот это как раз у нас выживаемость. Те пациенты, у которых было низкое бремя опухолевых клеток, меньше 1 мм, видите, что у них одинаковый прогноз, так же, как и по другим способам оценки. Прогностические факторы, на самом деле, субкапсулярные, они меньше, они соотносятся с более крупным диаметром. И еще было очень интересно, была возобновляемость довольно высокая этого анализа. 14 ведущих морфологов работали вместе из Австралии, Соединенных Штатов и других уголков мира, и в результате они обнаружили, что размеры диаметра самый легкий был способ и самый информативный, как выяснилось. Итак, когда у нас есть положительные сторожевые узлы, должны ли мы проводить диссекцию лимфатического узла? Или в течение двух десятилетий уже сегодня у нас два разных лагеря, так скажем, один лагерь говорит «за» из-за того, что лучше выживаемость, лучше визуальный контрол, так скажем, региональный контрол и улучшенное стадирование. Но есть также и большой лагерь, который против, потому что только 20% там, где вы проводите диссекцию лимфатических узлов, морфолог говорит «да, действительно, я обнаружил метастазы». 80% случаев пациент не получает никакого преимущества от этой процедуры, но при этом, так скажем, инвалидизация, она достаточно сложная для самого пациента, и никакого преимущества не было продемонстрировано. Если дальше мы говорим о выживаемости и преимуществах, мы должны подумать о контролируемых исследованиях, которые и проходили, одно из них, его результаты, было в прошлом году опубликовано. Но я хочу сейчас немножко вернуться во времени, переместиться, а точнее, в будущее, обратно в будущее. Есть несколько исследований, которые описывают элективную диссекцию лимфозных у таких пациентов. Вот из Милана первая очевидна совершенно. Процессор Лаберда Феронесси в 1977 году он описал 300 пациентов. Одна группа была контрольной, другая группа подвергла селективной диссекции, никаких преимуществ по выживаемой. Здесь еще несколько групп переведены. Видите, то же самое, результаты нескольких исследований нет преимуществ. И карцинели, в ланцент, 89-й год, нет преимуществ по выживаемому. Но Пи-значение 0,09, здесь может быть что-то таится. И авторы сказали, что может быть потенциальные преимущества у пациентов, у которых есть метастады. Если мы смотрим на эту группу, здесь такая пограничная разница, 0,04. Потом группа БАШ, почти 400 пациентов. Опять же, нет преимущества по выживанию. С точки зрения анодомизации Пи у нас 0,12. Потом там были группы, выделенные без изъязвления, 0,03. И конечности 0,05. Это уже позволило гипотезу оформлять. Тем последовало рандомизированное проспективное исследование. Одна группа. Это было эксизы и центральные сторожевые узлы. И также другая группа. Только местные эксизы и наблюдения. 64 рандомизация. Анализ мощности был 90%. 5% ошибка первого уровня. И изначально 900 пациентов. И после промежуточного анализа увеличили количество пациентов. Потому что этот анализ продемонстрировал, что может быть хороший прогноз у определенной группы пациентов, у которой более тонкая опухоль. Также примеры с публикации. Вы видите 0,1 П и нет преимущества выживаемости. И мы анализировали первичные и конечные точки. И специфическая выживаемость. И сделали вывод, что нет преимущества. Мы об этом еще поговорили. Вторичные и конечные точки. Речь о том, что выживаемость без заболевания может увеличиваться. Но если мы посмотрим на рецидивы, здесь есть логические результаты. Рецидивы по узлам. Дело в том, что одна группа развивала. Просто у них развивались эти узлы во время наблюдения. А у других с ними работали. Вот анализ под группой. Три позитивность по сторожевым углам. Это наблюдения. И наша группа, которая нас интересует, это красная группа. Вот здесь мы видим, что есть значительная разница. То есть, похоже, что все-таки дает инсизия, дает иссечение преимущества. Но есть и синяя группа. Это ложные негативные результаты. То есть, мы должны понимать, что и в группе наблюдения тоже это имело значение. Новая валидация была сделана. Это называется анализ в группах по ускоренным отказам, так сказать, во времени. В случаях латентных подгрупп. Вы видите цифры, которые показывают выживание без рецидива заболевания. Например, первая строчка 001, увеличено выживание. Вторая – это ДМФС, тоже увеличивается. И третья – ММС, тоже увеличивается. То, что я показываю, это гипотеза. Это еще не валидированный метод. Он опирался на внутренние данные, которые были в 2006 году получены в рамках того же исследования, о котором я только что говорил. Вот эти статистические гипотезы, которые, в общем, связаны с нашим пониманием статистики и статистические ценности, скорее понятные статистикам, мы пока… Это скорее нужно валидировать во каких-то внутренних, других, независимых исследованиях. Так, гипотеза стражевых углов. То есть нужно идентифицировать всех пациентов, у которых развивается вовлеченность заболеваний стражевых узлов. И затем, что с ними делать. Вот количество надальной позитивности. Красная группа – это позитивные узлы. Синяя – это пациенты, которыми наблюдают, и через 10 лет все равно есть разница между этими двумя кривыми. Разница не такая потрясающая, может быть, не абсолютная. Может быть, 2-3% разницы. Но если вы относительную разницу, учитываете, например, 2%, тогда получается, есть разница по этим двум группам. Как мы можем это трактовать? Есть статистический метод. Мэриан Толландс, хирург, из лондонской клиники, разработала ее. И описали ее, опубликовали свои достижения в 2014-м, собрав данные, соответственно. И это трудные очень были расчеты. Я думаю, что в смысле трансляционных исследований не так просто это все переносить. Прошло лет примерно 87 пациентов из группы позитивных узлов ПЭТ-500, которая была. Вот они нам дали цифру 17,4. Это значит, что в группе сторожевых углов 7,4% можно нужно думать о 1700 с чем-то пациентов. Мы знаем, что в этой группе был один пациент, у него он был ложный-негативный. И производим вычисление после этих подсчетов. У нас 103 пациента должны быть позитивными по сторожевым узлам. Но, тем не менее, получилось 122. Это значит, 12 пациентов позитивные в этой группе, которую мы называем СН. Группа сторожевых узлов. И вот у нас такой еще 15,6% ложнопозитивные. 19 из 122. Это статистический, математический метод обсчета. Но по каким биологическим причинам мы получаем такие цифры? Да, оказывается, можно посмотреть на биологическую сторону. У некоторых пациентов начинается развитие далекого метастаза, и у них не всегда сразу такой шанс продемонстрировать свои метастазы в сторожевых углах. У других могут быть доброкачественные капсульные небусы. И при наличии сторожевых узлов, которые неправильно диагностированы как метастазы меланомы, есть еще минимальная нагрузка от опухоли. Но настоящая, это другая группа, маленькая здесь ситуация, но это подлинные метастазы меланомы, которые, может быть, никогда не будут прогрессировать в клинически релевантное заболевание. И, как я показал вам, вот эти пациенты, у которых может быть две меланомных клетки, у них нет возможности здесь развиться заболеванию. Это просто антингенопрезентирующиеся клетки для иммунной системы, которая так реагирует. Есть несколько продолжающихся исследований МСЛТ1 и 2, и там опять же пытаются ответить на вопрос, нужна ли полная диссекция узлов. И мы ждем результаты еще исследований ОРТСИ, и там пациенты включаются в проспективные регистры и не оперируются в ходе исследования в рамках. И вот это вышло несколько дней на ДАМ, результаты последней встречи АСКО в Чикаго, немецкое исследование группы ДИКОК, такое же, как МСЛТ-исследование. Также аналогичные группы исследовались. Диссекция нужна или не нужна, есть ли преимущества. Есть исследования и другие, но пока не показано в области ДИКОК, через 3 года никаких преимуществ для одной из групп пациентов. Можно сказать, что исследование МСЛТ1 не показало явных терапевтических эффектов. И может быть, из-за ложно-позитивных или ложно-негативных результатов. Вот результаты, касающиеся выживания, они привлекают взгляд, так сказать, но мы должны быть осторожны и необходимы терапевтические исследования. Результаты МСЛТ2, результаты ожидаются в 2016 году. И мы говорим все время о инструментах стадирования. Менее тонкая, более толстая меланома и о прогностических маркерах для адювантной терапии. Нам тоже нужны исследования. Третье Б. Пальпируем узлы. 3 Б стадия, 5 лет выживания, 5-летняя выживаемость. И что можно сказать? Сейчас пациент, у них развивается это заболевание реже, чем мы видели раньше. Менее частое событие. С тех пор, как мы ввели подход к сторожевым узлам и их опознаем и работаем с ними. Некоторые поздние презентации, очень толстая по бесславу, изначальная такая физическая ситуация, рецидивы во время наблюдения меланома, которая изначально не распознается. Наша политика скрининг на дистантные метастазы. Это негативная, это потенциально курабельная, курабельность с помощью диссекции. И позитивная, это палеотивная, наблюдение, лечение, региональный контроль. Какая будет роль системной терапии? Больше будет в будущем. Что я имею в виду? Мы можем применять ПЭТ, мы можем поменять КТ нескольких доз. И вот так презентируются узлы, например, по такой картине можем решать, провести диссекцию паховой области узлов, например. Хирургические техники, акселярная, диссекция лимфатической ткани на уровне первым-третий, в соответствии с анакоменатономическими границами, акселярная вена, краниальный конец, латиссимус, дорси масл, широчайшая мышца спины, грудная клетка, фасцесс, крапа. И в случае меланомы третьего уровня узлы мы берем только при широких груди, например, только вычищается на первом-втором уровне паховая область поверхностная диссекция, либо феморальная, либо подвздошная. И это может быть глубокая и подвздошная, и обтуратор, а также узлы захватываются поверхностные, это пах, анатомические границы, связка пупарта, бедренная артерия вена, аддуктор, лонгус масл, сарториус масл, латерально, аддуктор, лонгус масл, медиальная граница. Вот так, такую картину мы можем представить, если можно. Мой опыт показывает, что просто пожертвовать в процессе этой процедуры какими-то структурами, и вот, опять же, при хирургической технике, анатомические границы, при глубоком паховом подходе, общая подвздошная артерия, бифуркация, краниальная граница, обтуратор, артерия, нервы, дорсальная граница, мочевой пузырь, медиальная граница, или мышца, или апсос. И вы локализуете расположение меланомы, определяете диссекцию, вы проходите все уровни, если выполняется селективная диссекция, и вы, если вы идете от плеча, вы идете латерально, если это захватывает области шеи, например, и головы, тогда более центральная диссекция. Первичная меланома, например, 5% пациентов с меланомой, несколько гипотез, откуда берется этот феномен, это может быть регрессирующая или уже отрегрессирующая меланома, лимфатический ответ, а меланотическая меланома, которую вы не видите, вы не определяете из пальпации, и также это может быть меланома-денома из доброкачественных клеток невуса в лимфоузла. У нас есть исследование, когда диссекция показала лучший прогноз для пациентов. И если мы посмотрим на стадию 3b и потенциальную выживаемость, показания к терапевтической диссекции, локорегиональный контроль и потенциальная общая выживаемость, это то, о чем мы думаем прежде всего. С точки зрения метастазирования, это уникальная картина кожные и подкожные узлы, и есть приходящие метастазы 3c, уникальная презентация только в меланоме, кожные и подкожные узлы, как было сказано, в транзитных ситуациях через региональные лимфоузлы, в региональные лимфоузлы. И если это экстенсивное заболевание, только конечности, это может быть химиотерапия, какие-то другие перечисленные здесь подходы. Наиболее важные вещи, то, что я хотел показать, это изолированное перфузионное лечение конечностей, высокие концентрации препаратов, они дают возможность получить системный ответ, от этих пациентов. Что вы делаете? Вы используете конюли, помещается в вену, располагается, и производится такая блокировка, блокада, таким образом, чтобы не было поступления крови в конечности, или оттока, оксигенация конечности производится специальной системой, машиной, и вы контролируете, чтобы не было утечки вашего средства, и начинается такая циркуляция в течение полутора часов лекарственного средства. Были отслежены 100 последовательно меланомных пациентов, 95% это общий уровень ответа. Значительная пропорция пациента дала почти полный ответ, 70% почти. Но тем не менее, пятилетняя выживаемость очень плохая, только локорегиональная прогрессия очень часто бывала в 55%, и пятилетняя выживаемость вообще 32%, медиана 16 месяцев. И ответ предиктирует исход заболевания, и в том числе необходимость ампутации. Это очень важно, и учитывать эту процедуру может оказаться решающей в смысле профилактики ампутации. И вот здесь мы показываем алгоритм, когда мы в том числе показываем, выбираем эксизию, диссекцию. Часто это определяется кожным или подкожным расположением. Это в случае, например, интранзиторная, менее 10, метастазированная, не очень большая. И в этом случае мы также учитываем количество повреждений. Один, три – это предпочтительная эксизия, три – больше трех – это СО2-лазер. И это кожная ситуация. Подкожные – три повреждения, больше трех. Также одно три – это эксизия, а больше трех мы переходим. Это уже, скорее всего, случаи интранзитарных, метастаз или большое повреждение. И мы рассматриваем системное решение лечения. Мы сейчас находимся в эре неодевантной терапии. Было несколько исследований проведено. Это адевантный липимимумаб в стадии третьей заболевания. Дисекция лимфоузлов. Метастаз должен был быть больше 1 мм. И в этом случае, в общем, у нас была большая выборка из России пациентов, и мы хотели бы поблагодарить как раз российское участие. Второе исследование – это то, что у нас будет подаваться в регуляторные органы. Первое исследование – это адевантное использование пембролюзиумаба. Второе исследование – это редуктор. Неодевантное из гибиторов БИРАФ и МЕК. Это комбинация для того, чтобы снизить, как бы уменьшить очаги при нерезинтабельной стадии 3БМ. С тем, чтобы мы могли избежать поражения крупных сосудов. Это исследование также об АКЕН. Это неодевантная и адевантная комбинация ниже приведенных препаратов. На данный момент мы также пытаемся исследовать возможность перфузии при комбинации этих двух препаратов. Итак, еще про исследование ИОРТИК-18071. Результаты еще не представлены, потому что еще не закончена фаза наблюдения. Первичная, конечная точка – это безрецидивная выживаемость. Она уже была опубликована и была значительно лучше на данных препаратах. И вот это категория пациентов, которые получили преимущество. Я очень быстро. Вот это была очень интересная опять-таки ситуация. Потому что здесь вы видите терапию интерфероном, пеглированным интерфероном. И эпилибумаб в другой колонке у нас, с другой стороны графика по тому же самому показанию. Интерферон для Н2 нет эффекта. Интерферон Н2-апилибумаб опять-таки есть эффект. Опассивное исследование. У одной группы было хирургическое вмешательство и затем 4 курса. И у другой группы было в предоперационном периоде 2 курса. Потом хирургическое вмешательство и 2 курса в постоперационном периоде. Вот посмотрите результаты. После двух недель комбинации ингибиторами БИРАФ и МЭК. Вот это очень большой, так скажем, узел был у пациента. И подвздошный. Вы видите, насколько у нас снижается количество узлов перед хирургическим вмешательством и хирургическим диссекцией этих узлов. Итак, хирургия сегодня. Мы уже ее используем несколько по-другому. Мы ее используем, не используем для оптимального стадирования. Мы ее используем в основном для регионального контроля. Потенциальная роль неодевантных стратегий, возможно. Хирургия спасения. Скорее всего, мы будем об этом продолжать говорить. После успешной иммунотерапии, если у нас все еще сохраняется один очаг. И также для того, чтобы получить материал для молекулярной биологии. И вот здесь я бы хотела закончить свою презентацию, которую я действительно сделала очень быстро. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, есть ли необходимость проведения адювантной терапии после выполнения изолированной перфузии нижней конечности с циторедукцией по поводу метастазов меланомы транзитных? Изолированной перфузии конечности с циторедукцией. Идея, почему мы хотим комбинировать эти подходы. Я продемонстрировал вам, что пятилетняя выживаемость пациентов с этими транзиторными метастазами очень плохая, всего лишь 2%, и время до прогрессирования в конечнице всего лишь 6 месяцев. Это медианные показатели. Поэтому вот такая микрометастатическая болезнь во время перфузии, возможно, липоперфузия, вы во время перфузии запускаете антитела. Это токсины, интерлекины. Это лакорегиональный инструмент, который дает вам информацию, чего вы достигли при помощи такой перфузии. После комбинации липимаба и волюбумаба, например, потенциально мы можем повысить преимущества от системной терапии, также лакорегиональный эффект реперфузии. Огромное спасибо за интересную презентацию. Хотелось бы задать такой вопрос. При отдаленном метастазировании М1 вы выполняете биопсию сторожевых лимфатических узлов? Если после удаления, например, первичной опухоли. Мы делаем биопсию сторожевых узлов вместе с эксизией региональной и через 6 недель приблизительно после иссечения первичной опухоли. Мы проводили исследование, которое посмотрело на то, что у нас есть отрицательный эффект на прогноз. Но даже если после 10-8 недель после основной операции, то нет биологического воздействия на течение заболевания, потому что не развивается после. Уважаемый коллега, спасибо за очень интересный вопрос. У меня вопрос по изолирной региональной перфузии. Как по-вашему, каково максимальное количество, которое мы можем применять у одного и того же пациента при отсутствии отдаленных метастазов? Спасибо. Большое спасибо за интересный вопрос. Обычно мы не проводим больше, чем две перфузии у одного пациента. У нас есть данные, которые показывают, что если вам нужно проводить изолированную лифоперфузию два раза в год, то, скорее всего, здесь лучше этого делать не надо, потому что шансы, что пациент получит полный ответ, фактически равны нулю. Если у нас ответ после первой перфузии, то он будет достаточно длительным, этот ответ. 19 лет после первой перфузии, например, у меня есть пациента. Но если нет ответа, то тогда у них ответ на вторую перфузию будет в 100% случаев почти что. Есть ли какой-нибудь эффект, так скажем, разрушения или боретесь ли вы как-то с объемом опухоли? При помощи, есть ли какое-то здесь место для неодювантного лечения? Хороший вопрос. Да. Вы знаете, для классической химиотерапии, например, при РМЖ или колоректального рака, оно действительно влияет на выздоровление после хирургии и на количество осложнений и терапия. Если у нас мы говорим про отек, например, то у нас меньше здесь осложнений будет, типа отеков. Мы должны это принимать во внимание. У меня нет четкого сейчас совета, но для вот таких вот таргетных препаратов, которые я вам уже показывал, такие как ингибиторы МЕК, например, когда пациенты заканчивают, собственно... Продолжение следует...